Сейчас к нам присоединился Павел Врубельский, учредитель компании R&P. Здравствуйте, Павел. Да, добрый день. Рад, что присоединился. Павел, у меня к вам первый вопрос по поводу киберпреступности. Расскажите о ситуации в целом, о том, как этот вопрос актуален в России. И я думаю, что в первую очередь нужно рассказать, что же подразумевается под этим термином. Мне кажется, в последнее время происходит некая подмена понятий, на самом деле. То есть, честно говоря, традиционная преступность, которая осуществляется при помощи сети интернет, как бы часто называется почему-то киберпреступностью, это на самом деле не совсем верно, потому что все вирусы вирусами, а, к примеру, вымогательство, это вымогательство. И иногда смешение этих понятий, оно, собственно, приводит к, возможно, некой даже гонке за власть как бы экспертными сообществами, с моей точки зрения. Я считаю, что это, лично мое мнение, что это не очень правильно. На самом деле, как бы экспертиза, конечно, должна всегда оставаться экспертизой. В принципе, из-за этого в мире ситуация получается, да и в нашей стране в том числе, несколько полярная, то есть, я, например, иногда путаюсь в том, что у нас является хактивизмом и где, собственно, наступает черта. И этот момент, мне кажется, он будет наиболее остро обсуждаться в грядущем времени. Спасибо. Павел, а как на сегодняшний день, какие методы и способы борьбы у обычных компаний с хакерами и с хакерскими атаками? Какие методы они используют? На самом деле, это зависит от типа бизнеса. Но я бы сказал, что обязательные сертификации, которым, в общем-то, обязаны следовать многие компании, опять же, новое законодательство, которое у нас, насколько я слышал, уже принято и вступит в силу по поводу безопасности персональных данных, обязательно дисциплина труда. Ну и, разумеется, в случае, если что-то случилось, всегда можно обратиться к экспертам, которые разбираются с этим вопросом. В общем-то, многие из них работают весьма профессионально. Спасибо. Павел, и советы нашим простым пользователям. Как обезопасить себя от хакерских атак? Don't go to Moscow? Да, я думаю, что скачивать последние защитные программы обеспечения, читать иногда секьюрити-блоги. Не знаю, мне вот хабры нравятся. В принципе, там неплохие блоги. Я почитал недавно по секьюрити. Хороший совет. Спасибо. С нами был Павел Врубельский. Спасибо.